Кукла Маша, кукла Даша пахнет копченой рыбой. Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на Чаки и Тиффани кукол от американского бренда Living Dead Dolls. Эти куклы подарок от подписчика Васи из Великобритании. Если не смотрели распаковку его огромного подарка, огромной посылки, то нажимайте на подсказку. И этих кукол я как раз планировала распаковать на Хэллоуин. А еще я передаю привет Минне, Лине, Булочке с тревожностью и Азалии Эл. Уже не первый месяц вы поддерживаете канал на Бусти. Благодаря вам видео продолжают выходить. Огромное спасибо! А еще на Бусти появился второй подписчик самого высокого уровня эксклюзив Сан-Диего Комик-Кон, и это Ко Лак. Огромное спасибо за такой эксклюзивный вклад, и с меня Сигна с этими опасными ребятками. Ну а если вы тоже хотите подписаться на Бусти и поучаствовать в розыгрышах кукол, то переходите по подсказке, либо по ссылке в описании. Ну а сегодня мы с вами познакомимся с новым брендом. На моем канале еще не было обзоров Living Dead Dolls, хотя тематику фильмов ужасов я очень люблю. Это бренд коллекционных кукол детей, преимущественно в устрашающих образах. Пожалуй, все знаменитые фильмы ужасов нашли отражение в этих куклах. Бренд начался с кукол ручной работы в 1998 году, а в 2000-м все переросло в серийное производство под руководством компании Mesca Toys. Конечно, данный бренд не обошел стороной франшизу фильмов ужасов «Детские игры» о кукле-убийце Чаки. Были выпущены кукла Чаки отдельно, кукла невеста Чаки Тиффани тоже отдельно, а также сет кукол Чаки и Тиффани по кинофильму «Невеста Чаки» 1998 года выпуска. Это четвертый фильм в серии «Детские игры». Желтый цвет коробки – это отсылка к коробке куклы Good Guys из кинофильма, только в данном случае оконцы в форме сердца, и Тиффани составляет Чаки компанию. Сердечко с красной окантовкой, с подтеками крови, ведь перед нами не просто парочка, а парочка кровожадных убийц. Living Dead Dolls представляет невеста Чаки, Чаки и Тиффани. Причем название фильма «Невеста Чаки» написано именно тем шрифтом, который использовался для постера этого фильма. На другой боковинке крупными буквами написано название бренда. Кстати, Living Dead Dolls хоть и куклы-дети, но предназначены далеко не для детей. Возрастное ограничение на коробке 18+. Обратная сторона коробки с половинками лиц кукол в стиле постера к кинофильму «Невеста Чаки». Наверху надпись «Чаки повезло», и это, вероятно, отсылка к тому, что Тиффани, еще будучи в человеческом образе, вернула его к жизни. Она сшила кусочки куклы вместе и с помощью ритуала Вуду вернула душу Чарльза Лире обратно в куклу. В свою очередь кукольный Чаки с помощью заклинания перенес душу Тиффани в тело куклы-невесты, и с тех пор начались их совместные кукольные приключения. В уголочках название бренда обрамленное черепками, а с другой стороны символ студии Universal. Еще больше информации о производителе и лицензии есть на дне коробки. Указано, что куклы сделаны в Китае и выпущены в 2014 году. Ну что, наконец, распаковываем. Наверху тоже надписи о бренде и фильме. Ой, простите! Просто неждан, что куклы внутри были никак не закреплены, они буквально вылетели, и от них такой неприятный запашок, как будто пахнет копченой рыбой. Я не шучу. Смотрите, что я заметила. Фон внутри коробки красного цвета и с сердечками. Может, стоило распаковывать этих кукол на День всех влюбленных? Кстати, это повторяющаяся татуировка. Такая же есть у Тиффани, но покажу я ее вам чуть позже. В руках эти куклы ощущаются буквально как куклы из детства. Кукла Маша, кукла Даша. Просто дети стали старше. И формат кукол поменялся. Они стали слегка мертвыми. Вот только они не один в один похожи на свои кукольные прототипы из фильма. Форма лиц кукол Living Dead Dolls продолговатое, а лица кукол Чаки и Тиффани из фильма более широкие. Шрамы на лице куклы Чаки нарисованы максимально схематично. Вот такой грим даже я могу нарисовать на Хэллоуин. Если что, обращайтесь. Бровей нет. Рисовка глаз и губ тоже очень простая. Очевидно, что лицо этого Чаки имеет очень мало общего с прототипом. Он узнаваем именно за счет образа, цвета волос и костюма. Кстати, о волосах. Линия роста волос зигзагообразная, как у прототипа. А пряди по бокам это имитация отдельных прядок, прикрепленных к голове Чаки с помощью степлера. У Чаки Living Dead Dolls упрощенный вариант, и эти прядки просто прошиты по бокам. Костюм тоже отличается от прототипа, по цветам, и на нем меньше деталей. А на комбинезоне нет символов, он просто однотонный. Присутствует только надпись Good Guys, это название бренда кукол, хороший парень. Но в отличие от прототипа, она не очень яркая и не очень читабельная. Кстати, волосы Чаки в коробке были аккуратно уложены назад, как у прилежного мальчика. Но это совсем не соответствует его образу и характеру, поэтому их нужно распушить. Кстати, волосы легко приподнимаются и сохраняют такую небрежную форму. Волосы Чаки на ощупь жесткие, они уже мочалятся. Но, в принципе, такое качество волос соответствует той самой кукле Чаки, ее образу жизни. Поэтому здесь придираться я не буду. Прошиты волосы не очень густо, между рядами большие расстояния. Голова здесь окрашена в рыжий цвет, под цвет волос. И давайте еще раз посмотрим, как интересно прошиты волосы по бокам. То есть здесь, можно сказать, залысины. И далее прошивка в три ряда, которые имитируют отдельные закрепленные прядки. Нашла на затылке особенно большое расстояние между прядями. Оно находится над нижним уровнем прошивки. Голова выполнена из твердого на ощупь винила. Практически не проминается. Вот так выглядят ушки. И давайте поближе посмотрим на все шрамы. Они красного цвета, с черными стежками. Потому что, как вы помните, Тиффани сшивала Чаки по кусочкам. На некоторых шрамах много стежков, в том числе под глазом, на подбородке. И этот шрам продолжается на шее. А около правого глазика в основном красные порезы без стежков. Кровоподтек есть на лбу. В общем, потрепала жизнь Чаки, но Тиффани его спасла. Вокруг правого глаза бордовый кровоподтек, который, возможно, имитирует синяк. Ну и в целом, вокруг глаз Чаки серые круги. Как будто монтировал видео ночью напролет и совсем не спал. Еще меня забавляет, что левый глазик как будто прикрыт. Нет, ну это нормально для Чаки. У него всегда с глазами что-то не так, потому что он попадает во всякие потасовки. Радужка голубого цвета с синей окантовкой. В центре черные зрачки. Но если хорошо присмотреться, то в радужке можно заметить серую извилистую линию. Посмотрите, какой милый носик, губки и ямочка над губой. Вообще, я поняла, что вот так, без высокого лба, кукла очень даже милая. А огромный высокий лоб с залысинами его не красит. Губы бледные, светло-рыженькие и довольно реалистичной формы. Кстати, до распаковки и вообще до того, как я увидела этих кукол вживую, они воспринимались как большие куклы. Но Чаки довольно маленький. Его высота примерно 26 сантиметров. В своем комбинезоне и полосатой кофточке он выглядит очень мило. Но не стоит забывать, что в комплекте с ним есть нож. И перед нами очень опасный малый. Кстати, нож Чаки выполнен из резины. Он очень устойчиво. Сидит в его ручке, которая специально создана для того, чтобы держать ножик. Рука жестовая. Комбинезон выполнен из материала, похожего на джинсу. Но на самом деле это просто тонкий материал, который джинсу лишь имитирует. Но мне нравится, как смотрятся эти потертости на комбинезоне. Очень даже реалистично. Особенно вот это на коленке. С передней стороны на комбезе настоящий карман. Строчки прошиты контрастными белыми нитками. В области лямок пришиты красные пластиковые пуговки. Лямки перекрещиваются на спине. И сзади комбез на липучке. Ой, какая она жесткая. Было сложно отлепить. И, пожалуй, делать это много раз не стоит. Мне кажется, она придет в негодность. Вот так кукла выглядит со стороны спины. Смотрите, какое классное сочетание полосатой кофты и подворотов на комбинезоне. Подвороты и кофта выполнены из одинакового материала. На подворотах есть рваные участки. Имитация небрежности. Но, конечно, видно, что это все порезано специально. Также дырочки есть на самой кофте. На рукавах внизу красная окантовка. И здесь есть резиночка. И давайте посмотрим на кофту без комбеза. Вот такая полосатая кофточка. На воротнике такой же материал, как на рукавах. И с обратной стороны она на липучке. Такой же жесткой и липкой, как на комбинезоне. Обувь чайки напоминает одновременно и клоунские ботинки, и кроссовки Adidas. Из-за полосок по бокам. Ботинки объемные. Они на плоской подошве. Поэтому они очень устойчивые. То есть кукла на полке может стоять без подставки. Ботинки красно-белые. На них есть полосатые и шероховатые рельефы. Также с передней стороны рельефные белые шнурки. Подошва с зигзагообразными рельефами. Сзади разрезика нет. Поэтому не так-то просто снять ботинок с куклы. Фуф, пришлось приложить немалые усилия. И вот так выглядит абсолютно плоская ножка Чеки. И пальчики с выделяющимися ногтевыми пластинами. Кстати, на ручках ноготки тоже выделяются. Еще есть ямочки на пальчиках. И вообще ручка такая милая, пухленькая, как у ребенка. Переходим к Тиффани. И ее взгляд это чисто мой муд, когда кукол Monster High Real Drama раскупили за 2 минуты. Но в данном случае такое выражение лица, вероятно, передает нестерпимую жажду убивать. Интересно отметить, что у куклы прототипа не такой яркий цвет помады. Он темно-бордовый, а в некоторых кадрах прям черный. У куклы огромные ресницы. И это похожая черта с куклой из фильма. Но там на фоне ресниц были темные тени. А тут теней не так много, и ресницы выглядят как паучьи лапки. Давайте раскроем курточку. Она на настоящей молнии. Курточка отпечаталась на теле куклы, на ее подбородке, на ее груди черные пятна. А еще, видимо, от молнии поврежден сам пластик в области груди. Он прямо-таки стесан. И вы как раз сейчас увидели ту самую татуировку. Это красное сердце, проткнутое кинжалом. Стекает капелька крови, а наверху имя ее возлюбленного Чаки. У куклы-девушки в сравнении с Чаки намного крупнее глаза. Отличается молд, и очень сильно отличаются губы. У невесты видны зубки в два ряда. У нее тоже высокий лоб, но линия роста волос ровная, и она пониже. Поэтому ее голова не выглядит такой яйцеобразной, как у Чаки. У куклы коричневые, зловеще изогнутые брови-ниточки. То есть они очень тонкие, как это было модно в 90-е. Глаза по 5 копеек, выпученные, круглые, за большой круглой радужкой, расположенной внизу. Радужка изумрудного цвета. У зрачка желтая окантовка. Также в глазках есть по одному белому блику. У Чаки бликов не было. У глаз черный дымчатый контур в стиле Smoky Eyes. Наверху еще и толстый слой черных теней, слегка растушеванных по краям. В уголках глаз и внизу есть небольшие покраснения. Ну а ресницы мы с вами уже обсуждали. Обратите внимание, что они разной длины, а внизу еще и разной формы. На щеках яркий алый румянец. Над губой слева круглая черная мушка. На губах яркая красная помада. Уголки на верхней губе прямо-таки остренькие. Белые зубы не просто окрашены в белый цвет. Они рельефные и выделяется каждый зубик. Ушки Тиффани чуть отличаются от ушей Чаки. Они длиннее. За ними идет резиночка от Фаты. И также она размещается под подбородком. Фата на голове куклы держится устойчиво. Она представляет собой сосборенную рюшу наверху. И к ней пришит мягкий сетчатый материал белого цвета, приятный на ощупь. Фата полностью накрывает собой волосы. Но мы до них, конечно, доберемся и проверим их качество. Кстати, так Тиффани похожа на невесту, которая только вышла к своему жениху, чтобы прочитать клятву верности. Он медленно поднимает фату и целует свою возлюбленную. Ой, что началось-то? Тиффани блондинка. У нее очень красивый цвет волос, без желтизны. Волосы куклы волнистые. На ощупь они достаточно жесткие. Даже немножко похрустывают в руках. В общем, они не самого лучшего качества. И их действительно лучше особо не трогать и прятать под фатой. Прошивка средняя. Расстояние между рядами и прятками достаточно большое. Кстати, ближе к затылку становится почаще. На голове куклы прошит боковой пробор. А еще мне нравится, как волосы убраны под фату наверху аккуратненько. И здесь достаточно ровная и хорошо прошитая линия роста волос. Косуха тоже очень важный символ в ее образе. Она выполнена из черного кожзама. Молния настоящая. Но бегунок очень большой по размеру. И от этого не очень реалистичный. Воротник-стоечка. Но, пожалуй, я лучше его опущу, чтобы он не задевал лицо куклы. Вот так куртка выглядит с обратной стороны. И давайте снимем ее с куклы. Только сейчас заметила, что из рукавов косухи торчит кружево с перчаток Тиффани. Да, согласно фильму, под косухой у нее свадебные перчатки. Подобная кружевная ткань располагается на лифе ее платья. Наверху на платье декольте. То есть здесь элемент из шелковистого материала открывает плечи. В центре на груди что-то вроде сборки. Кружевная ткань похожа на хлопковую. И накрывает собой шелковистый материал. Ну и сама юбка выполнена из шелковистого материала не очень хорошего качества. Немного напоминает юбки-фантики с Алиэкспресс. То есть материал жесткий, но при этом такая юбка хорошо держит форму. Поэтому платье невесты будет всегда пышным на вашей полочке. Подол платья подшит белым оверлоком. С обратной стороны платье полностью шелковистое, в том числе в области спины. И на нем есть очень длинная липучка. Она тоже очень липкая и тяжело расстегивается. Ну а между тем следы черной куртки есть даже на спине. И приготовьтесь удивиться. Под юбкой у этой невесты черные колготки в сетку. Они как будто с затяжками по всей их поверхности. Наверху колготки на резинке. На ногах у куклы массивные ботинки, полусапожки, выполненные из податливого пластика. На них, в отличие от обуви Чаки, есть разрез. С передней стороны рельефная шнуровка. На подошве выделяется небольшой каблучок. Ботинки с ноги легко снимаются. Ребят, у Чаки и Тиффани одинаковые тела. Я не могу раздеть Чаки полностью, потому что не могу снять его ботинок. У меня уже болят руки, поэтому давайте рассмотрим тело на примере Тиффани. Отличие лишь в том, что у нее окрашены белые трусики. А Чаки, видимо, ходит без трусов. И, кстати, на руке есть следы от кофты. В общем, материал тела очень сильно окрашивается одеждой. Тело куклы, это прямо-таки тело куклы Пупсика. Голова крутится, наклоняется в стороны, запрокидывается назад и наклоняется вперед. В общем, подвижностью головы я довольна. Пухленькие ручки слегка согнуты в локтях, при этом они не только поднимаются, опускаются, но также и разводятся в стороны. Ноги чуть-чуть разводятся в стороны, и куколку можно посадить на шпагат. В общем, ноги поднимаются высоко. Скинтон у куклы светло-розовый, при этом на теле есть какие-то темные пятнышки. Вообще, все тело выглядит грязноватым. Вот так кукла выглядит со стороны спины. У нее рельефные ягодицы и очень много текста на спине. Здесь указаны названия фильмов, названия студии и год 2020. Что бы это значило, учитывая то, что куклы вышли в 2014? А еще внизу есть рельефные надписи от бренда Living Dead Dolls. Кстати, тело у куклы, как у детишек, пузатенькое, и выделяется рельефный пупок. Кстати, еще одно отличие от куклы-мальчика. У Тиффани ручки не жестовые. А это перчатки Тиффани. Они выпали из куртки, выполнены из кружева и сеточки. Вот так они выглядят на кукле. А при надевании куртки они поднимаются наверх. Есть идея, как оставить их внизу, как это было изначально. Ну что, как вам куклы? На самом деле, я впервые держала кукол Living Dead Dolls в руках. Необычно, что они такие маленькие, тискательные. И Чаки Стиффани показались мне довольно прикольными, забавными. Да, есть нюансы в виде окрашенного тела и так далее. Но этих кукол можно и не раздевать. И в этих образах они классно впишутся в хэллоуинскую атмосферу. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите, есть ли в вашей коллекции куклы Living Dead Dolls. Чаще улыбайтесь, любите котиков. И я желаю вам мистического настроения. И всем пока-пока!